Добрый день, друзья и недорогие. Я здесь для иллюстрации сюжета о Смолякове искал свою беседу с Гармашом 10 лет недавности. И вот там есть один фрагмент, оказывается, кстати, Гармаш из Луганской области сам, фрагмент про украинскую мову, как ее используют в наших фильмах. И я подумал, что сейчас совершенно по-другому в нынешнем контексте звучит эта беседа. И, наверное, сегодня мой собеседник по-другому бы что-то говорил. Хотя там, конечно, ничего абсолютно криминального, это профессиональные моменты. Но записывалась эта беседа не то, что до начала СВО, даже до Крымской инициативы. Это 2012 год. И все-таки очень многое изменилось. Очень многое изменилось и в оценках, и в нюансах. И сейчас на те же самые вопросы те же самые люди отвечают по-другому, с фильтрами. А родители у вас, они этнические украинцы или... Они этнические. И папа, и мама. Ну, дедушка по маме у меня поляк. А, кстати, интересно. Он поляк, но он родился и вырос в украинской деревне. Это который Ипполит, да? Да. Вот. Он родился и вырос в украинской деревне. Вот. Потом вторую часть жизни прожил в Евпатории. А у папы такие абсолютно украинские корни. Есть какой-то у него там какой-то цыганский корень. Ну, к стыду своему, поскольку в этом смысле я, вот, да и мы все в большинстве люди не так, как в Европе, не образованные. Вот. Мне все хочется залезть на какой-нибудь сайт, но я таких боюсь и так им не верю. Вот. Что это не правильно. Это все такая. Хотя, вот, знать бы, конечно, свое родослово. Нет. Папа у меня из Луганской области, вот, из украинской семьи, вот, из кулацкой семьи, нужно сказать, такой. Моя бабушка была 12-й в семье, у нее было 13 братьев. И вот, понимаете, с другой стороны, думаю, как такую семью можно было прокормить? Конечно, когда там было шесть или семь коров, это уже были кулаки. Ну, да. Вот. А на самом деле она, вот, как мне рассказывала, нет, были простые, потому что, говорит, нам нужно было что-то кушать. Ну, да. А вы по-украински говорите? Говорю, и более того, я же, вот, совсем недавно сыграл Белую гвардию на украинском языке. Вот. До этого у меня был опыт просто озвучания на украинском языке. Вы там полковника тоже, да? Полковника Козыря Лешко. Да, я его играл и даже много там сам редактировал при помощи одного редактора. Вот. Меня очень сильно режет, когда я, скажем, вижу какие-то русские картины, в них начинают говорить по-украински неправильно. А бывает такое, да? Очень много. Я думал, только в Голливайке по-русски неправильно. Вы думаете, вот, смотрите, здесь же есть и Маковецкий, вот, там, и я, и огромное количество людей. Просто давай. И с Украины, которые прекрасно знают язык. Я и Шевченко знаю наизусть, но это ижит прямо из школьной программы. Мужчин, я ведь в школе-то учил украинский язык. Ясно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Додолев. На телеканале Москва 24. Телеканале Москва 24. Продолжение следует.